Сериал «Одна тень на двоих» Однако два года спустя трагическая история вновь напоминает о себе. Кто-то упорно стремится бросить тень на несостоявшегося музыканта и сына известного писателя. Данилов так никогда бы не принял вызов, который бросила ему судьба, если бы рядом не оказалась Марта. Женщина, которая любила его всю жизнь. Поняв, что невидимый враг уничтожает все то, что ему дорого, Данилов превращается из неуверенного интеллигента в сильного и решительного мужчину. Хотя в основе сюжета известный роман Татьяны Устиновой «Одна тень на двоих», создатели фильма не скрывают – экранные приключения главных героев будут заметно отличаться от книжных. Появились новые персонажи, были введены новые сюжетные линии. И даже убийств стало больше. Сценаристам Нини Садур и Наталье Портновой пришлось изрядно переработать роман. По задумке режиссера Алексея Козлова, в кино было введено большее количество трюков, чтобы происходящее на экране как можно сильнее захватывало внимание зрителя. Кроме того, действие фильма «Одна тень на двоих», в отличие от романа, перенесено из Москвы в Петербург. По словам режиссера, Петербург с его аурой должен внести в детективную историю дополнительный мистический флер. Да и персонажи станут вести себя несколько иначе – по-питерски. По мнению Алексея Козлова, герой Ярослава Бойко олицетворяет Москву, а герой Спиваковского – это Питер. Кроме того, сценаристы исследовали мотивы каждого из персонажей, поэтому в фильм включили сцены из детства героев. Кстати, мальчики, сыгравшие главных героев в детстве, очень похожи на Ярослава Бойко и Даниила Спиваковского. Разумеется, ни один роман, пусть даже и детективный, не может обойтись без истории лирической. В книге «Устиновой» у Андрея Данилова есть любовница, красавица Лида. В фильме ее сыграет Кристина Кузьмина и верная подруга Марта в исполнении Ольги Ломоносовой, с которой у главного героя почти дружеские отношения. Однако создатели фильма решили углубить любовную историю. По этой причине в сериале появился еще один персонаж, отсутствующий в книге – капитан дальнего плавания в исполнении актера Артура Вахи. Он пытается ухаживать за Мартой. Получается некое подобие классического любовного треугольника. Актерам интереснее играть, а зрителям смотреть, говорит режиссер фильма «Однотень на двоих» Алексей Козлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова